Спасибо за предоставленную возможность выступить. Я тоже занимаюсь любительской демографией, у меня пять детей. Это любительская демография, домашняя такая демография, да. По-кавказски все, все как надо. Я с Кавказом очень много просто работаю, на самом деле, в Адыгеи у нас математический центр, об этом тоже, может быть, стоит сказать. Значит, что касается школы. Я спросил, какое отношение мой доклад может иметь к теме конференции у Алексея Еремина, который меня пригласил. Он сказал, самое прямое, Алексей. Я думаю, ты сам понимаешь. На самом деле, я сам это понимаю. Но как вот это объяснить, да, почему я сейчас говорю про школу? Понимаете, вы сейчас, если проедете по России, что называется, самое из 89 регионов посетил, вы увидите полный мрак. Вот внутри школы увидите полный мрак. И сейчас я о нем поговорю. Но вот когда люди думают там заводить детей, не заводить, сколько их заводить, они думают о будущем этих детей. Ну и первое, куда они отдают этого ребенка, это школа. Ну давайте посмотрим, что в школе происходит. Вот это результат 30 лет реформ. Значит, я не буду сейчас, как это сказать, тут если придут, например, профессора из института образования высшей школы экономики, они, значит, по каждому пункту проведут серьезнейшую аргументированную дискуссию, почему это не так. Но, как сказать, в данный момент мы этой дискуссией заниматься не будем. Это то, что известно абсолютно всем, кто вникал в проблему. Кадровый голод во всех областях. Реальный уровень выпускников — это 6-7 класс советской школы. Почему тоже это отдельно можно говорить? Я могу это объяснить механизмом, но это потребует минут 10. Это там связано с ЕГЭ и как он функционирует. Ну и кроме того, после сдачи этого экзамена через 2 месяца забывается весь материал, потому что он основан не на освоении знаний, а на освоении приемов сдачи экзамена. Они под тесты довольно сильно. Математики пытались с этим бороться, они продолжают пытаться бороться. В математическом ЕГЭ ситуация немножко лучше, в других ЕГЭ она хуже, но в целом ЕГЭ, как то, как он сейчас проводится, он настраивает на такое натаскивание на приемы. Вот эта вот идея, что комбинаторный интеллект быстро схватить, как решать данный вид задачи, без понимания сути. А школа должна давать знания, а не навыки решения каких-то типовых задач. Ну вот, соответственно, дальше про неспособность принимать решения. Я думаю, что мы даже сейчас не будем останавливаться на этом. Давайте, так, следующий слайд делается так. Теперь прошу, значит, без слез смотреть на этот слайд невозможно. Женщины составляют 87% учительского корпуса. О каком воспитании вы вообще хотите сейчас вести речь? Вот сейчас идут там уроки о главном, все такое, да? О чем можно говорить при этих условиях? А почему? Ну, понятно, почему. Потому что через пару слайдов вы увидите, почему. А пока замечу, что кроме того, 57% учителей имеют предпенсионный и пенсионный возраст. Это означает, что через 10-15 лет нас ждет полный коллапс учительского корпуса. Идем дальше. Значит, нам в школе пытаются помочь. Вместо учителей нам подсовывают какие-то продукты. Московская электронная школа, Российская электронная школа, цифровая образовательная система, учи Русбер-класс, Яндекс-класс, Сферум. Вот это все, значит, понимаете, извне умные дяди говорят, ну и что, что учителей нет? А зачем вам учителя, да? Вот то, что Юрий говорит, прокинул уроки, это прекрасно, но это как дополнение к знаниям. Это не может быть заменой, понимаете? Ну, естественно, и более того, это речь идет там не о предметах знаний. Я абсолютно согласен, просто чтобы вы понимаете, то, что я говорю, это воспитание, а это образование. Они должны дополнять друг друга, ни в коем случае не пересекать. Именно так, именно так. И образование вот так вот через экран очень плохо передается, очень плохо. То есть есть некоторый маленький процент детей, которые умеют брать его так, но это такие супермотивированные, они вот как, они из региона, они поступают там на физтех, они сами себе творят судьбу, да? Их очень мало. Нам недостаточно, чтобы поддерживать нашу сложнейшую цивилизацию техническую, да? Этого недостаточно. Тем более многие из них, к сожалению, просто уезжают потом. Значит, дальше, чтобы не тратить слишком много времени, я не буду вот это все зачитывать, да? Это все, это навязанные школе извне, совершенно бессмысленные, только мешающие учителю проекты, которые заставляют применять. Теперь как их заставляют применять? Поговорим вот об этом. Значит, это отчасти ответ, почему женщины у нас учителя. Потому что у женщины есть муж, который зарабатывает деньги. А у мужчины нет женщины, которая за ним деньги зарабатывает. По крайней мере, в нормальной картине этого не должно быть. Понимаете? Вот. Значит, смотрите, что нам гарантируется. Республика Алтай. 3460 рублей в месяц гарантируется учителю. В Брянской области 5207 рублей в месяц, а в Тульской целых 11 тысяч. Представляете? Разживитесь. Пять детей, пожалуйста, вперед. Нормально. Дом, семья, да? Все хорошо, да. Тут нам? Да, да. Все, да. Все хорошо. Значит, нам говорят, ну вот о рыжих-то хвостик. Смотрите, какой высокий стал. Если вы послушаете Сергея Сергеевича Кравцова, он скажет, нет, у нас все уже там чуть не 45 тысяч средний уже. Мы постепенно увеличиваем. За счет чего вы увеличиваете? За счет вот этой надбавки, которую чуть что сразу урезаете. А надбавку дают ровно за предыдущий слайд. Вы понимаете? То есть, иными словами, что происходит? Если учитель — это настоящий добросовестный предметник, который ведет свой предмет по старой проверенной схеме, он не получает надбавки, он получает синий столбик. А если он подключил к МЭШ и дает эти бессмысленные идиотские тесты, которые вы все, наверное, сто раз видели, у кого дети есть, то он получает надбавку 10 тысяч рублей в месяц. Все отлично. Если он еще, значит, подключился там к каким-нибудь вот этим сферумом, еще 5 тысяч рублей в месяц, ведет электронный дневник вместо нормального, бумажного. Во многих школах это вообще теперь обязательно просто. Ну, понимаете? То есть нет слов. Вот у меня нет никаких слов, кроме матерных по этому поводу. Но меня никто не слышит, к сожалению. Идем дальше. Вот это слайд того, что обязан делать современный учитель. Внедрять инновационные технологии, собирать согласие на обработку персональных данных, все необходимые заявления по этому поводу, составлять план по всем образовательным разделам, план воспитательной работы, заполнять вести журнал, социальный паспорт класса, сетевой город, страницу на портале, продумывать, как обеспечить успех каждого ребенка, доступное дополнительное образование для детей в школе и вне школе, проводить исследовательские работы, принимать все необходимые профилактические меры всех видов безопасности. Это на самом деле называется гиперопека. Вы, наверное, слышали такое понятие. Оно нас захлестнуло всех в данный момент. Организует, проводит мониторинг всех детей, обмен опытом, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И в свободное от этого всего время занимается самообразованием. Идем дальше. И рожает детей, воспитывает свои. Конечно, конечно, само собой. Это обязательно. Значит, теперь, что запрещено? Дисциплинарное бессилие полное. Выгнать из класса сегодня ребенка нельзя, потому что ты отвечаешь за то, что с ним может быть случиться в коридоре. Если ты выгонишь ребенка из класса, тебя завтра выгонят из школы. Ты больше не будешь работать. Ругать нельзя, потому что это психологическое состояние ребенка может задеть. У нас такая есть новая европейская система, что ребенок, он во главе всего. Главное, его не обидеть как-нибудь. Сказать в лицо ему, что он там не знает, что он двоечник, что он лентяй, лодырь. Это оскорбить. Это придут родители и будут разбираться. У нас диктат, такой как бы общий диктат. У нас учитель всегда крайний. Нельзя стоять на второй год? Это совершенно, практически невозможно. Я знаю одну даму, которая все-таки одного шалопая на второй год. Она прошла тысячи инстанций. То есть формально это можно сделать, но это безумный труд. Отнять телефон формально тоже нельзя. Кравцов говорит, я советую. Ой, сколько мы ему мозги промывали. Он все-таки сказал, да-да-да, мы советуем забирать телефоны. А почему не приказать? А потому что это запрещено. МЧС запрещает. Понимаете? Так возьмите, я вам покажу телефон. Вот такой телефон должен быть у школьника, пожалуйста. И в случае МЧС, пожалуйста, вот этот телефон, он работает еще лучше. Он реже разъезжается. Ну нет, у нас все, нас обложили со всех сторон. Понимаете? Нам из этого надо вылезать каким-то образом. В общем, учитель всегда крайний. Призыв нашего движения «Родная школа» — это все законодательно поменять. Ну это звучит как лозунг на митинге, но непонятно, что еще делать. Ну что мы можем сделать? Мы никто. Да, мы никто. Мы ничего, кроме того, что это надо менять, сказать в данный момент не можем. Но еще у нас есть поэтапный план спасения массовой школы в России. Более того, этот поэтапный план может быть как бы такой нефтью на экспорт. Вот сейчас будет форум с Африкой летом. Там будут представлять его мои соратники. Я сам в это время не могу никак участвовать. Ну, значит, что тут важно сделать? Важно вернуться к нормальным нашим истокам. То есть классноурочная система. Вот когда кому-то говоришь классноурочная система, тебе говорят, ты что, ретроград, что ли? Сейчас же столько новых методов. Ни один новый метод не получил никакого экспериментального подтверждения. Но он сразу внедряется. Вот кто-нибудь выдумал? Сейчас говорили про гвоздь и молоток. Вот брать гвоздь и вбивать его молотком? Нет. Оказывается, надо по-другому. Надо вокруг поплясать, и гвоздь, он, может быть, сам войдет в стену. Так скажут вам в институте образования, вы школа экономики, понимаете? Ну, он сам войдет. А вы проверяли? Нет. Ну, мы еще не могли найти деньги на эксперименты. Но это же очень инновационно. Поэтому это надо применить прямо сразу в школе. Тут же. И вот в школе, значит, учат, что гвоздь, оказывается, сам влезет здесь и поплясать вокруг. Вот ровно так происходит с нашим образованием сейчас. Соответственно, нет у нас возражения против цифровых продуктов. Если их сочтет нужным использовать в своем процессе, у-чи-тель. Тень, знай свое место. Все знают замечательную пьесу, да? Вот. Значит, дальше. Я понимаю, что я уже перебрал все время возможное. Значит, поздняя профилизация. Вот сейчас говорят о профилизации чуть не с первого класса. Ребята, это безумие. Это вам любой психолог скажет, какая профилизация в первом классе. В пятом максимум, что можно, это мат-классы, но они уже у нас традиция математическая в нашей цивилизации. Пусть остаются, но без урезания других предметов до девятого класса возможны углубленные изучения для тех, кто особо любит какие-то направления, без профилизации, без урезания предметов остальных. То есть все образование до девятого класса должно быть дано в полном объеме по всем предметам. Дальше уже, в принципе, есть возможность там для направления. Десятый-одиннадцатый класс, это такой очень спорный момент, его можно обсуждать. А во внеурочное время, да на здоровье вам, хоть проектная деятельность, хоть там игрофикация, что угодно. После обеда, пожалуйста, да? То есть всему свое время. До обеда серьезная нормальная школа. Возможно, да. Наверное, вы правы. Наверное, вы правы. Да, значит, смотрите, просто вот я не знаю, как передать все наше презрение к понятию компетентственный подход. Вот мы его передали вот таким образом. Просто мы через это прошли настолько как бы насквозь, да, что мы по-другому это выразить не можем. Никаких не бывает компетентственных подходов. Есть предметная подготовка и конкретная частная методика преподавания предметов. Никаких межпредметных навыков. Это все полная чуши. Просто, ну, я не знаю. Вот. Но это изучается в институтах, в высоких, какие-то академики от педагогики пишут свои работы, конференции про это. Это все изучается, но это все в школу не должно быть допущено на выстрел. Понимаете? На расстояние выстрела. Вот. Значит, по поводу ЕГЭ у нас тоже есть свои предложения, достаточно такие, как бы мирные. То есть, по крайней мере, на первое некоторое время нужно сохранить формат проведения экзамена, но вынести его за предел школы. А школе надо вернуть право проводить собственные выпускные экзамены. На первых парах право. Некоторые школы воспользуются, некоторые нет. Но те, которые хорошие школы, они воспользуются, это принесет больше. Нет, 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 я уже сказал в самом начале, что я сам удивился, что меня позвали на эту конференцию. Но я начал с чего, что когда отдаешь сейчас школу, ты же думаешь о том, куда твои дети дальше пойдут. Если они пойдут в сегодняшнюю школу, то ты и заводить их, типа, не будешь, да? Так что, вот. Да, все, так и все. Вот. Запретить недоказанные новшества массовой школы. В принципе. Вот. Да, да. Никаких концепций универсальных учебных действий и прочего. Все. Спасибо за внимание. Вот последний слайд.